Сегодня мы поиграем в GTA Online и повыполняем какие-нибудь задания. Вот это офигенный трек играет на радиостанции Non-Stop-Pop. Опа. Так. Я думаю, сейчас мы... Ну, тут часто приходят сообщения как бы на телефон, соответственно. С заданиями мы подождём. И сейчас к какому-нибудь присоединимся. Вон, например, у нас есть Лестер. Ну, это моё задание. Вот где я хост, кстати, Лестер. Продолжить ограбление-подготовка. Чё у нас ещё есть? Приглашение на налёт. Майн-коды. Ну, давайте, да, попробуем вот это. Присоединимся ради интереса. Получится у нас? Нет, у нас сейчас не получается. Странно. Сейчас. Ну, подождём, пока что-нибудь вылетит нам. Какой-нибудь квестик. Пока покатаемся по городу. Послушаем музыку. Ну, вот эти, я не знаю, кто-нибудь вообще делает сейчас вот эти вот задания. Я не знаю. Потому что, вот, какого-то зелёного цвета, вот сейчас такие крутые задания, это вот, связанные с ограблением. Там, вот, действительно, большой куш всегда даётся. А вот за эти мало бабла очень даётся, поэтому, ну, не выгодно, наверное, я бы сказал, сейчас их делать. Ну, эти, что ли, мы магазинчик пока грабанём. Сором делать нечего, да? Так вот. Останавливаемся около магазинчика. Самолёт контрабандистов летает вокруг Лос-Сантоса. Сбейте его, пока он не скрылся. Нам нечего сбить, к сожалению. Я бы сбил их. Так, давай, бабулы, быстрее. Быстрее меня нет времени. Давай, 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 давай. Всё, надо убивать. Не будем его убивать. Блин, мне осталось полосочек, две полосочки до 50-го уровня. А, нет, полторы. Ну, вот, это как раз одно задание, выполнить. И вот, будет 50-й уровень. Не знаю, что там дадут на 50-й уровень. Будем надеяться, что что-то крутое дадут. Ну, или, не знаю. Или, как по стандарту, откроют 4 одежды там. И что-нибудь для оружия, модификации какие-нибудь. Ничего нового, наверное. Хотя 50-й, ну, это такая цифра, как бы. Что-то должно быть. Так. Что-то нам не вылетает никакого задания, к сожалению. Пока ожидаем тогда, что ещё делать-то. Ой. Вон, пойдём, что ли, персонажа убьём какого-то. Два человека стоят. А, они только что... Что они? Они вышли. Или в дом зашли. Не знаю. Уже не узнаем. Дайте вот эту возьмём. Феррари. Как я их называю. Или не Феррари. Не знаю. Ну, похоже, во всяком случае. Да нет, нет, нет. Я, по-моему, с другой пункт, да, немного. Там есть гораздо машинка, похожий на Феррари. Интерес, здесь крыша ей, давайте посмотрим. Должна быть, да. Ну, а сейчас вот так эпично крышу возьмём. Будет круто. Погнали. Да нет, так не лучше, на самом деле. Да, прикольно, почему нет. Давайте задание, ребята, какое-нибудь. Связанное с ограблением. Было бы прикольнее его выполнить. Бабла у меня нету. Я не знаю вообще, как его, блин, заработать здесь по-быстрому. Кроме выполнения заданий. Вот. Побег из тюрьмы. 817 метров. Давайте к этому, да, присонимся ради интереса. И вот я вам докажу, что действительно долго ждать. Бывают, да, такие случаи, когда приходится. Очень-очень долго ждать, и никто не присоединяется. Вот, интересно, сейчас мы будем вдвоём с ним, или вот хотя бы троём. Кто-то будет ещё. Внимание. Опа. Отлично. Уже четыре человека прям сразу. Давайте купим сверхтяжёлый. Да. Давай, хост. Запускай сессию. Отлично, запуск сессии ожидаем. Побег из тюрьмы. Это интересно, на самом деле, задание. Там нужно забрать... А, не-не-не-не, я путаю. Там, в общем, два водителя, по-моему. Нет, один водитель. Один заключённый, как бы. И один... Один заключённый, один... Ну... Полицейский, как бы. Короче, я путаю, блин, ладно. Не буду рассказывать. Я уже забыл, походу, сам. Ой. Вот так вот. Ну, в общем... Тебя привозят, и ты там должен вот этого Рожковского освободить, как бы. Ну, там действительно очень трудно, потому что там очень-очень много народу, которого надо убить. Видимо, охранников тюрьмы. И тебе, как бы, сразу дают там, по-моему, пять звёзд, если я не ошибаюсь. Ну, чё я рассказываю, сейчас увидим, надеюсь. Ну, давайте я буду текст читать. Профессор Максим Рожковский, знаете такого? Когда-то он руководил одним крупным военным проектом. Три докторских феноменальных эргит. Числовный социопат, зонный эгоманьяк. Паранойя генетик. Разработчик оружия, инженер, автолюбитель. Ну, уж точно не всеочью любимец, а не душа компании. Отлично. Дождитесь, пока лидер выберет подготовительное задание. Напомню вам, что у меня вот тоже есть вот такое. Я имею право тоже быть хостом, но... Мне как-то не везёт с напарниками. Вот здесь вроде составщик ничего у нас набрался. А у меня вот, когда я набираю то-либо кто-то уходит. То-либо кто-то лагает. Так что... Уж ладно, лучше присоединись потом как-нибудь выполню у себя. Ой, ну с чего там ожидание хоста? Давай, запускай сессию уже. Хост. А, самолёт. Побег из тюрьмы самолёт. Так, значит... Ну, сейчас, короче, нам нужно будет угнать самолёт, я так понимаю. Да, вон как и написано. Угоните с аэродрома. Маккензи самолёт, на котором Магаси доставляет контр-мандо. Он нужен вам, чтобы он у вас не будет кольца и странный. Вот, у нас, соответственно, наземная группа и один пилот должен быть. Блядь, вы получили приглашение на цовку. Тут, ну, тут можно выбирать костюмы. В стиле костюмов. За это мы любим GTA. Ну, давайте вот так, что ли, мне нравится, да. А, вот это пусть будет... Пусть синяя будет хуй с ней. Да, пусть синяя будет. Готов как и всё. Давайте, ребята, готов. Ну, последний, давай, хуй ты, ёпта. Отлично. Вообще, блядь, чёткость фото зашкаливает. Давай, 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 давай. Вот это охуенной тачки, блядь. Так, доберитесь до аэродрома. Ну, всё, сейчас нас отвезёт. Человечек. Блядь, 8 километров, ехте, блядь. Это жесть. Машина Зинтора, на которую мы сели, она очень крутая. И дорогая. Ну, давай, поехали. Надеюсь, мы выполним это задание. Так что, нужно быть очень-очень осторожным, потому что жизни команды, как вы видите, справа нижнем углу у нас нету ноль. То есть, если кто-то умрёт, сразу миссия, соответственно, провальна. Её можно либо заново начать, либо там, ну, по желанию, вот, с составом. Или уйти, как-то всё. То есть, перезапуск или уйти. И вот, насколько я помню, или вот это только в ограблении началось, я не помню просто... точно. Не было раньше такого, то есть, что один член банды, как бы, умирает. Вот, член состава, я бы так сказал. И... миссия провальна. По-моему, раньше, насколько я помню, ну, разрешали, как бы, до одного, вот, пока последний, короче, не умрёт, коротко говоря. А сейчас такого нет, почему-то. Я не знаю даже, почему. Может, я что-то путаю, но... вроде нету. Насколько я помню, когда последний раз играл. Может быть, и сейчас нам доведётся наблюдать это. Так что сейчас мы увидим. Давай, ехай, блядь. Чё-то... Просто люблю, как следует, подготовиться к своим преступным делам. Тюремный аспект этого дела, блядь, я не успеваю читать. Да, в школе мне тоже говорили, что у меня мало слов по минуту. Но тут не в этом дело. Тут отвлекают виды, блядь. Охуенные виды пейзажа, блядь. От прочтения текста. Так, три километра нам осталось ехать. Направо, блядь. Да. Иногда я вот всегда, когда ехал, я там прямо вот так ехал и не сворачивал вот на эту маленькую дорожку направо. И приходилось возвращаться, либо круг делать. Так, на аэродроме, насколько я помню, сейчас нас ожидает куча банды. И сейчас вылезет с левого верхнем углу надеть маску, по-моему. Вот-вот должно вылезти. Интересно, если не надеть маску, что будет? Не будем проверять. Надеюсь, ничего. Надеюсь, это просто для красоты. Скоро-скоро подъедем уже. Блядь, он поворот проебал, что ли? Блядь. Ничего страшного. Вернемся. Опа. Охуенная патика, да? Хорошая команда собралась. Да, мы рядом с аэродромом уже. Так, да, надеть маску. Они надели маску. Все, блядь, аккуратно просто, блядь. Потому что пиздец здесь въебывают. Я не помню, какой уровень сложности состоял, но... Но... Сейчас узнаем, в общем. Если сложный, то это пиздец, конечно. Потому что, блядь, убивают все, что. Ты не замечаешь, даже как-то хп летает. Вот, сейчас если кого-то убьют, ребят, заметьте, миссия сразу же, походу, завершится. Я бы не хотела это. Бля, я не знаю, пока мы стреляем, потому что... Вроде уже всех убили. А, нет, вот... И то, что здесь еще круто сделали, то, что... А, вот, все, видите, погиб, и сейчас миссия закончится, походу. Да, к сожалению, она закончилась. Да, к сожалению, она закончилась. И все это как пиздец, как хуёво. Что здесь еще круто сделано, когда выполняешь миссию, и там дают платину, золото, серебро и бронзу. Это круто. То есть, кто, ну, больше всех, вот, как бы, работал, и убивал, походу, ну, больше всех сделал, я бы так сказал, тот получает платину. Как мы знаем, платина ценится выше, чем золото, поэтому платина первая, потом золото, потом серебро и бронза. Вот так вот. Так, мы нажали перезапуск. Да, сейчас будет перезапуск. Вот. Вот, видите, потенциальная доля 19 тысяч. А, по-моему, вот в этих заданиях, которые белого цвета, помните, такого черного, черного фона и белыми буквами, вот, то есть, обычный. Там, ну, там, по-моему, не выше 15, что ли, там 15 максимально, по-моему, было. Так что, вот такие вот задания, ну, выгоднее выполнять. Даже, я бы сказал, но... Дело в том, что на такие задания 4 человека, вот, нужно, а это, долго набирать, а на те, вот, по 2 можно, вроде бы. И даже одному даже можно выполнять, можно не дожидаясь. Так что это тоже, ну, везде есть свои плюсы, мы знаем, скажем так. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok.